Если что касается у нас первоначальной подготовки, то, конечно, маловато один маленький колледж, это Омский, для того, чтобы осветить первоначальную подготовку. Мы знаем, какой это объем, нормальный летчик с налетом 100 часов, с него мало всего получится. Налет должен быть порядка не меньше 150-150-150 часов, для того, чтобы он мог спокойно и в дальнейшем пойти работать в компании и совершенствовать свой уровень. Большая проблема, конечно, по технике финансального обучения вертолетов. В Министерстве обороны за основу взяли вертолет «Ансад». И сначала, конечно, было скептическое отношение к этому вертолету, но в течение пяти лет в Саратове первоначальное обучение проводится на вертолете «Ансад». Он показал себя с короткой стороны, и вся первоначалка в полном объеме осуществляется на данном типе. И сейчас отзывы только самые хорошие, потому что более современной техники для первоначального обучения нашего российского производства у нас и нет. Было сделано ставка на вертолет МИ-2. Вы сами понимаете, столько лет вертолетов, мы его реанимировали в свое время для училища. Но его ресурс, его запасы не позволяют в полном объеме проводить подготовку и его техническое состояние. Поэтому, если все раскроют глаза для того, чтобы обратить внимание на качество летной подготовки курсантов и пилотов первоначальных, то это в первую очередь надо расширять Омское училище, давать туда технику, готовить из второго, чтобы оно было, пусть оно будет сначала затратно, но это будет хоть какое-то учебное заведение, которое сможет в полном объеме возродить ту подготовку, которая была у нас в наше время.